здравствуйте в этом видео пойдет речь о компонентах радиоэлектронной аппаратуры все-таки из чего состоит техника и так сказать как это все взаимодействует как это все применять сейчас в данный момент в мире есть такая тенденция объединять точнее такой комплексный подход он называется мехатроника советую скачать себе такую мехатроника рабочую тетрадь там посмотрите и узнаете как это все взаимодействует то есть там ее дисциплины и тому подобное для вас мои ардуинщики радиотехники ну и просто те кто интересуется радиоэлектроникой я приготовил небольшую презентацию так что начнем урок 3 компоненты радиоэлектронной аппаратуры из чего состоит техника как все устроено и как все работает это все конечно радиодетали на фотографии справа в слайде вы видите стандартный набор который можете встретить любой радиоэлектронной аппаратуре но еще никола тесла советовал электронные компоненты сравнивать с гидравлическими в принципе сходство есть и принципы работы у них одинаковые так что давайте рассмотрим каждый из этих компонентов а точнее основные эти компоненты и обсудим о том как они работают резисторы куда без них резисторы служат для ограничения напряжения силы тока одновременно того и другого и попутно имеют много других полезных свойств их еще никола тесса предлагал сравнивать с кранами водопроводной системе или гидравлической системе ну вот это примерно так и выглядит то есть вот это вот аналогия резистора в гидравлической системе то есть есть какое-то направление движение тока то есть электронов по проводнику либо куск корпускулярное либо волновое но это принципе сравнимо с водой и узкий участок ограничивает ток то есть если напряжение сравнить с высотой столба а давление здесь венте перед вентилем является силой тока то понятное дело что резистор он и ну так сказать осуществляет ограничение и напряжение и давление вот здесь вот силу тока вследствие чего резисторы очень распространены и бывает разных типов их так сказать применяют допустим для подключения светодиода в разные цепи то есть и допустим можно их 220 подключить переменного напряжения продано будет частотой 25 герц работать но просто это делать в одном направлении пропускает напряжение есть в интернете много онлайн-калькуляторов для резисторов на этом останавливаться не будем кому надо тот все это отдельно изучит резистор с прочными выводами в основном они выглядят вот так на радиоэлектронной аппаратуре также есть smd резисторы то есть это какая-то керамическая часть такая поверхность на которой нанесен пленочный резистив здесь контакты они припалываются к плате резистор имеет обычно два вывода и какие-то полосочки на нем о них попозже американское обозначение резистора на схеме европейское обозначение резистора к нам конечно ближе характеристики резистора основным параметром резистора считается сопротивление которых характеризуется его способностью в препятствии протекания электрического тока единица сопротивления у резистора является ом и килоом и ом или 1 килоом и мегаом и цветовая маркировка это конечно очень интересный такой как сказать момент если помните на заре советской техники советском союзе писалась маркировка на корпусе резистора но в принципе они тогда были достаточно большие но и на маленьких тоже писали но международная принята цветовая маркировка и тут конечно есть разбежности есть трехполосные четырехполосные пятиполосные шестиполосные иногда затираются полосы и их не видно а еще что я больше всего не люблю цветовой маркировки это с какой стороны начинать отчет понятное дело что с той стороны которая обычно применяется то есть допуск температурный коэффициент допуск множитель еще бывает но если это трехполосно то можно запутаться но еще чаще всего начинается всегда с темных и ближе к краю это чуть чуть дальше но я все равно иногда умудряясь путаться особенно те люди у кого с плохо со зрением резисторы бывают разные еще есть бывают резисторы потенциометра это такой же жизнь резистор но как два только сопротивление сопротивление меняется то есть этот делитель на схеме выглядит и в жизни он применяется тоже как делитель то есть вот это вот центральное напряжение это вот подсоединено на массу допустим на минус это на батареечку этот контакт подсоединен вот сюда к е1 смотрите что будет происходить когда вы будете его передвигать этот потенциометр по пленке естественно одно сопротивление будет уменьшаться другой увеличивается что это даст чем меньше вот это сопротивление тем больше напряжение и тока пойдет сюда чем больше вот это вот то есть и наоборот тем меньше вот это вот и и больше вот это вот тем меньше пойдет сюда надеюсь это понятно резисторы можно подсоединять последовательно последнее соединение это соединение двух или более резисторов в форме цепи в которой каждый отдельный резистор соединяется с другими отдельными резистором только в одной точке ну то есть вот так тэн 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 что это нам дает если схематически изобразить резисторы в виде лампочек точнее резистор оно же равно лампочка это нагрузка при таком соединении через все резисторы проходит один и тот же электрический ток чем больше элементов на данном участке электрической цепи тем труднее тока протекать через него следовательно при последовательном соединении резисторов их общее сопротивление увеличится и оно равно сумме всех сопротивлений естественно такое сопротивление то есть такое формула расчетов вот этих вот сопротивлений позволяет нам рассчитывать мощность количество там допустим мощность напряжения которые мы должны приложить чтобы эти все лампочки засветились допустим и тому подобное то есть мы можем сказать сможет ли от постоянного генератора запитать допустим 100 лампочек или не сможет хватит ли ему мощности или нет или сколько он максимально сможет и так далее вместо лампочку можно заменить любые другие допустим моторы которые как резисторы примерно по свойствам и тому подобное напряжение при последовательном соединении напряжение при последовательном соединении распределяется на каждый резистор согласно закону ома то есть чем больше сопротивление резистора тем больше напряжение на него на него падает ну вспомните аналогию с гидравлической системой следующих дальнейшей она будет не раз всплывать в этой презентации параллельное соединение то есть резисторы можно еще и параллельно подсоединить это соединение при котором резисторы соединяются между собой одними контактами в результате к одной точке электрическому узлу может быть подсоединено несколько резисторов очень много сколько хотите и и отсюда вытекают разные свойства этой цепи общее сопротивление при таком соединении через каждый резистор потечет отдельный ток сила данного тока будет обратно пропорционально сопротивлению резистора в результате общая проводимость такого участка электрической цепи увеличивается а общее сопротивление в свою очередь уменьшается таким образом при параллельном соединении резистор с разным сопротивлением общее сопротивление будет всегда меньше значения самого маленького отдельного резистора формула общей проводимости при параллельном соединении резисторов выглядит как то вот так я вспоминаю как когда-то пришел на радиокружок и там вместо того чтобы ну то есть объяснил руководитель все в одно ухо влетело в другое вылетело а потом никто много раз не повторял и все это дело приходилось читать в старых советских справочниках довольно таки интересное дело но думаю в презентации это лучше выглядит напряжение при параллельном соединении напряжение между точками а и б является как общим напряжением для всего участка цепи так и напряжением падающим на каждом резисторе в отдельно поэтому при параллельном соединении на все резисторы упадет одинаковое напряжение вот так вот но давление как вентилях в каждом при открытых будет разное но это равносильно как если бы краны были бы к одной рампе подсоединены в принципе сходство с гидравлической системой одинаковое электрит электрический ток при параллельном соединении через каждый резистор течет ток сила которого обратно пропорционально сопротивлению резистора для того чтобы узнать какой ток течет через определенный резистор можно воспользоваться законом ома все с резисторами закончили пошли к конденсаторам что же такое конденсаторы устройство плоского конденсатора он так вот выглядит обозначение конденсатора на схеме в принципе и вид и обозначение одинаковое как видим разновидности конденсаторов их очень много электролитические керамические какие-то тоже вроде керамические скорее всего порошковые они керамические больше потом есть металлобумажные намоточные вот такие вот то есть это электрические иониксы если не ошибаюсь керамические пленочные керама пленочные смд-шные какие-то разные их очень очень много и в принципе их назначение одинаковое то есть они просто вот такое вот большое различие это из-за того что они в разных ямкостях и разных напряжениях и роду тока различаются то есть постоянный ток на постоянных электролитах ставится метка где минус или переменные то есть не имеет значения с какой стороны их подсоединить это все равно конденсатор 4 ну то есть конденсатор тут немножко теории электронный компонент предназначены для к накопления электрического заряда способность конденсатора накапливать электрический заряд зависит от его главных характеристик и емкости емкость конденсатора определяется как соотношение количества электрического заряда к напряжению емкость конденсатор измеряется в фарадах единица на единицах названных в честь британского ученого физика Майкла Фарадея. Если немножко истории вспомним, то Майкл Фарадей был из семьи кузнеца и его взяли в королевскую академию учеником при короле за его таланты. Вскоре он превзошел своих учителей и в принципе его мастерство дошло прям до аж до высот. Но так как в те времена эти знания были закрытыми и в средневековье что-то рассказывать, можно так сказать, все эти тайны, все эти знания было не принято, то на Фарадея было сделано много покушений. Многие из, так сказать, мыслителей, царей древности и знати считали, что простым, простолюдинам, крестьянам и тому подобное эти знания нельзя давать, иначе будет много горя и в принципе они не должны их знать. Поэтому науку двигали в средневековье и раньше, даже 19 век, в основном богатые дворянины. Но в принципе у них и было много денег, чтобы этим заниматься и ресурсы и времени. Они не работали с утра до ночи на богатых дворянинах. И когда ребенок кузнеца рассказал в основном людям о своих достижениях и продвинул науку вперед, на него было сделано много покушений. Еще вспомните кресло Фарадея, на которого посадили Тесла, когда его в Нью-Йорке признали его, так сказать, гением и его знания про переменный ток и тому подобное. Но не суть. Емкость в один фарад равняется количеству заряда в один кулон, создающему напряжение на конденсаторе в один вольт. Вспомните, что один кулон равняется величине заряда, прошедшего через проводник за одну секунду при силе тока в один ампер. Однако кулон это очень большое количество заряда относительно того, сколько способно хранить большинство конденсаторов. По этой причине для изменения рения емкости обычно используют микрофарады, нанофарады и пикофарады. Здесь внизу указана размерность. В принципе для начинающего радиолюбителя это достаточно знать только что такое конденсатор. Аналог конденсаторов гидравлики это гидроаккумулятор. Принцип его работы. Смотрим. Это отрицательный заряд. Допустим это какой-то источник энергии. Это может быть и просто прямоточная труба как гидрокомпенсаторы. Это допустим может быть антенна вверху. Это допустим заземление в электрическом эквиваленте. А конденсатор это такой вот так сказать накопитель, на вкладках которого мы можем собирать атмосферное электричество. Ну это в принципе это можно сделать, но это будет очень дорого и очень большая площадь. Нужна будет таких плоских конденсаторов. Ну обсудим просто принцип работы конденсатор на этом примере. Напряжение идет, накапливается на одной пластине и создается разность потенциалов. Что же самое происходит и в гидрокомпенсаторе. Вода поступает сюда под давлением, сдавливает воздух и и она здесь накапливается. Как только нужно отобрать воду обратно, воздух выталкивает эту воду обратно с тем же напряжением и силой, которой он сдавил ее. И конденсатор работает как? Накопился заряд здесь. Когда нужно его отдать снять, то есть убрали вот эту часть, он отсюда спокойненько перетекает туда куда нам надо. В лампочку, в резистор, в нагрузку. Только она должна другим концом к отрицательному заряду быть подсоединена. Вспомните всем известный прием, когда старые электролитные конденсаторы тыкали в розетку, а потом дети гонялись за ними друг за другом. Если вы на радиокружках не учились, то очень много потеряли. Так сказать, иногда бывает, умники находят очень мощные конденсаторы и от этого бывает не по себе. Даже больно, когда такие конденсаторы щелкают и разряжаются от тебя. Но обычно вы можете просто любой электролитический конденсатор, если он постоянным током зарядился, либо переменный электролитный конденсатор в сети в розетку воткнуть и разрядить его, попробовать об металлическую пластину. То есть замкнуть к обкладке. Естественно, будет щелчок. То есть конденсатор отдаст свою энергию. То же самое, если закачать в этот гидрокомпенсатор, ну гидроаккумулятор в воду, закрыть пробочку и он будет долго хранить вот этот заряд потенциал. Так же самое с этим конденсатором. Стоит его зарядить, отодвинуть эти пластинки, а заряд на них будет храниться. Главное только, чтобы пробка прочно держала здесь, а тут просто через воздух воздух был более сухим, чтобы не разряжались через контакты. Этот электрон не убегали, заряд не уходил. И в любой момент можно открыть эту пробку и разрядиться этот, допустим, конденсатор. И в любой момент можно замкнуть вот эти вот емкостя и уйдет этот заряд. Я думаю, это понятно объяснение. Устройство конденсатора, чего зависит емкость? Емкость плоского конденсатора зависит от трех основных факторов. Площадь пластины А, расстояние между пластинами Д, относительно диэлектрическая проницаемость вещества между пластинами Е. Или как-то она там, μ или что называется. Так вот, меняя расстояние, так сказать, накапливаются вот эти вот заряд здесь электронов. Ну, в основном там не только электроны, если это воздух, то там ионы, но это уже идет электрохимия и тому подобное. Но дело в чем, что меняя расстояние между этими и площадь меняя, можно ими измерять, изменять емкость этого конденсатора. Диэлектрическая проницаемость это очень важное явление. В советских справочниках по конденсаторам ей уделено очень много, так сказать, времени. Так что, если кому-то кажется, что я немножко нудно объясняю это все, вы еще не считали советских справочников. Особенно почитайте 50-х годов или еще какой постарше, потому что там более детально объясняется принцип работы этой всей техники. Так, с конденсаторами разобрались. Теперь остался полупроводники. Полупроводниковый диод. Гидравлический эквивалент полупроводникового диода это шариковый клапан. Ну, просто клапан. Их бывает в гидравлике очень много типов, но смысл простой. Вода идет в одну сторону, обратно он запирается и он ее не пустит. То же самое произойдет и в диоде. То есть есть анод-катод. Анод показывает, в какую сторону не пройдет напряжение, по-моему. Да, он не пойдет в эту сторону, в эту или наоборот. Так, так, так. Так в эту пройдет, в эту не пройдет. ПН-тип. Блин, я всегда, конечно, путался в направлениях вот этих всех стрелочек. Но, по-моему, стрелочка всегда показывает в сторону, в которую он идет. Такой же самый клапан. Только здесь вместо механических клапанов, затворки, шарик. В электрическом варианте есть области проводника, полупроводника. Почему полупроводника? Потому что есть материалы, которые делятся на три типа. Проводники, провода медные и полупроводники, которые проводят при определенных, так сказать, условиях. Есть непроводники диэлектрики. Ну и противоположные им это сверхпроводники. Обычно это какие-то сверхпроводники. Это смеси оксидов, допустим, меди, итрия, бария и тому подобное. Играя с этими оксидами можно создать сверхпроводники при комнатных условиях. Главное, чтобы там разные слои у них были, как раз в пограничных слоях этих оксидов происходит проводимость. Здесь тоже самый принцип, но только поперек. То есть, если вы хотите создать полупроводник, диод, то есть, вам нужны полупроводники двух типов. Н-ного типа и П-типа. То есть, П-позитив указывается, Н-негатив отрицательный. То есть, в чем смысл? П-позитив электроны. То есть, позитивная проводимость имеет. Н-нейтральную, негативную проводимость. То есть, проводит отрицательные части. Если читать советские справочники по этому типу, вы можете очень запутаться. Если современные, то вы тем более запутаетесь. Потому что современная физика это что-то граничащее между философией, теологией, ну и собственно физикой. Так вот, если Н-тип это обедненные, допустим, кремнии, ну то есть, полупроводники, у которых специальными присадками забрали лишние, так сказать, электроны в массе. Ну то есть, они проводят, нейтральные, они проводят по принципу ионно-дырного, так сказать, дырной проводимости. То есть, они проводят замещением, то есть, волнами. Но это лучше, конечно, больше в советском справочнике почитать. И вот граница между этих вот П и Н-типов, в ней весь и смысл, что когда с этой стороны проводятся электроны, они дообогащают сюда электроны и происходит проводимость такая волнами. То есть, пошла волна электронов. Электроны отсюда перескочили сюда и область проводимости, то есть, пошла, пошел переход. Здесь заперся и, так сказать, в одну сторону он проводит. Но, если приложить напряжение в обратную сторону, то электроны встречаются с вот этой областью нейтральной проводимости. И, естественно, им не перепрыгнуть через большой затвор. Но, если с этой стороны, им проще перейти. Ну, к проводникам, если кому интересно, я могу говорить полупроводники и тому подобное. Это отдельная тема и целый разговор. Самый простой полупроводниковый прибор, то есть, это дело, состоящий из одного ПН-перехода. Основная функция это проводить электрический ток в одном направлении и не пропускать его обратно. Состоит диод из двух слоев полупроводника типов Н и ПН. Ну, в принципе, в общем понятии, это просто клапан. Так, транзистор. Это, конечно, не простой компонент, но, в принципе, давайте попробуем разобраться. Транзистор электронный проводниковый прибор, предназначен для усиления, генерирования и преобразования электрических сигналов. А вот это, конечно, сейчас разберемся, что и как это все это осуществляется. Если быть точнее, то транзистор позволяет регулировать силу электрического тока, подобное тому, как водяной кран регулирует поток воды. Отсюда следуют две основные функции прибора. В электрической цепи это усилитель и переключатель. Так, разберемся немножко попроще. Транзистор это несколько типов переходов, ПН переходов. То есть, два. Я здесь не стал их объяснять их, как они рисуются в принципиальную схему, только показал. То есть, как они рисуются в схематически, как ПН переходы вот эти все. Это, в принципе, не надо. Аналог транзистора это электромагнитный клапан. То есть, вода течет сюда, жидкость какая-нибудь. Она пройдет только тогда, когда вы откроете этот клапан. Допустим, электромагнитный, электрическом. Здесь, ну или просто вручную отодвинете его вверх. То есть, это клапан, который приводится в какой-то внешней силы в движение. Вот. Как же вы спросите, тогда происходит усиление, генерация частоты, генерация сигнала? Объясняю. Все на принципе, вот это, так сказать, задвижки электромагнитные. Контроллеры, допустим, они или устройства, какие микросхемы, они не имеют силы тока большой, чтобы открыть, допустим, мощное напряжение. Поэтому и придумали вот этот вот транзистор. Ну, он вообще, в принципе, роль ключа имеет. Но у транзистора есть, заметили, у всех, в принципе, есть один управляющий вход. По нему-то и происходит обогащение зоны перехода электронами. И тогда ток проходит. Ну, допустим, здесь светится лампочка, а здесь происходит усиление. А каким же образом усиление? Усиление происходит по тому принципу, что управляющий сигнал, допустим, подается на базу, на коллектор подается мощное напряжение. В несколько раз сильное по напряжению. Но сигнал будет, то есть вот этот вот, допустим, коллектор, открывать будет этот ключ так же само, согласно вот этому вот слабому сигналу с низкой амплитудой. И поэтому мощное напряжение будет повторять слабый сигнал. На этой принципе и работают акустические усилители. Усилители низких частот у НЧ. Ну, я думаю, понятно объясню. То есть, эквивалент транзистора, это электронный клапан. То есть, слабый сигнал, допустим, у нас электромагнитный, открывает мощный напор воды. Ну, я думаю, так как-то понятно. Транзисторы бывают разных типов. Существует бесконечно множество разных типов транзисторов. От огромных усилителей высокой мощности размером с кулак до миниатюрных переключателей на кристалле процессора размеров считанные десятки нанометров. В одном метре 10-9 нанометров. То есть, транзисторы, они делятся полевые. Ну, это позитивные. С ПН-переходом, с изолированным затвором. Биполярные. НПН, ПНП транзисторы. На схемах они изображаются, конечно, вот так. И, естественно, здесь стрелочкой показано направление тока. То есть, это, допустим, база, коллектор, эмиттер. База, коллектор, эмиттер. На английском, drain. Так, база, gate, drain, сток. Сток всегда внизу. Gate, gate, ну, то есть, база. Ну, с английской, gate, еще и база. И, drain, это затвор. Вот эти вот ПНП, это разные области проводимости. То есть, нейтральная, позитивная, нейтральная. Но понятно, что когда вот сюда на базу подается это на то, что посредине область, подается электрический поток электронов. И проводимость, она, собственно, осуществляется. Но ПНП, они открыты постоянно. А НПН закрыты постоянно. То есть, это такие клапаны из испанологии, из гидравликой. Которые, допустим, ПНП, они открыты постоянно. Чтобы их закрыть, на базу нужно подать напряжение затвора. А для НПН проводимости, они закрыты постоянно. И, чтобы они сработали, нужно подать напряжение затвора. Транзисторы подразделяются по напряжению затвора. И у них у всех вот эти как раз параметры одинаковые. Ну, то есть, не одинаковые, а сходные. То есть, есть напряжение затвора, рабочее напряжение, рабочая сила тока. Ну, и состояние с Н-каналом и с П-каналом. Я думаю, это понятно. Изолированный затвор. Это для более изолированного, так сказать, чтобы... Ну, это защита при более высоких напряжениях. И с ПН-переходами. Также есть еще сборки Дарлингтона, но о них не будем. Я думаю, для начала это достаточно. Если вы собираетесь просто заниматься Ардуино и конструированием различных устройств. Катушка индуктивности. Катушка индуктивности, как ни странно, она очень похожа по принципу на конденсатор. Да-да, это такой же самый гидроаккумулятор. Но! Катушка индуктивности работает в более короткий период. То есть, как пружина. Но не путайте. Если пружину можно сдавить и гидрокомпенсатор набрать водой. А потом выдернуть пробочку через час. И она снова пойдет с тем же напряжением, с тем же напором. То... Это счастье. Если, знаете, работает при переменном напряжении. То есть, в очень коротком периоде. То есть, если приложить напряжение сюда, эфир, пространство, вектор магнитной индукции, называйте как хотите, будет работать в противоположном направлении. И катушка имеет свою, так сказать, зависимость от диаметра, размеров и типа исполнения, имеет свою индуктивность. То есть, такая емкость энергии, сколько она может в себя поглотить, прежде чем обратно будет отдавать ее в сети. Отсюда у каждой есть своя резонансная частота, емкость и тому подобное. Ну, то есть, индуктивность, там, емкость формулы, если захотите. Такие ассоциации не случайны. Комплексный подход такой называется мехатроника. Мехатроника объединяет знания и навыки механики, пневматики, гидравлики, электроники, компьютерных технологий, робототехники и разработки автоматизированных систем. Компьютерные технологии охватывают программирование ПЛК. ПЛК это, перевожу это, типа контроллеров Ардуино, проще сказать, роботов и других типов манипуляторов, а также различных типов интерфейсов. То есть, ПЛК это такой промышленный маленький контроллер, который управляет различными устройствами в автоматизации. И так, различные между оборудованием или человеком. Специалисты в области мехатроники разрабатывают, конструируют, проводят пусконаладочные работы, осуществляют техническое обслуживание. Локализуют и устанавливают неисправности автоматизированного оборудования. А также программируют систему управления и интерфейс взаимодействия оборудования с человеком. Специалисты высокого уровня подготовки способны удовлетворить самые разнообразные потребности промышленности. Они выполняют механическое обслуживание и монтаж оборудования. Они также имеют дело с оборудованием для сбора данных, датчиками и регулирующими устройствами. Типовым примером широкого распространения бытовых мехатронных систем может служить автоматизация торгового оборудования, сканеры, штрих-кодов, конвейеры, ленты, подачи товара или же машин для поджига, продажи газировки в качестве. Примеры промышленно-механических систем можно привести гибкие, способные обрабатывать несколько типов продуктов, упаковочные, автоматизированные линии. В принципе вам это ничего не скажет. Единственное, что могу сказать, что такой комплексный подход дает возможность создать ассоциации в разных сферах знаний. Как гидравлики, механики, электроники и тому подобное. В принципе для программирования Ардуино данных знаний в принципе достаточно. И на этом уровне можно остановиться. Кому интересно более детально изучить принципы электроники, может конечно найти вот эти вот, так сказать, в советских справочниках советую, которые более старые, точнее у кого больше времени, кто может быть сейчас учится, в этих справочниках более, так сказать, концептуальное знание. Еще что не вошел в эту презентацию, это проводники, они же трубы. И проводники, конечно, бывают разные. Но мы в основном будем смотреть, проводник это медный провод, соединяющий выходы А и Б контроллеров Ардуино. Надеюсь, это видео было полезным. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. В следующих видео мы уже будем рассматривать модули Ардуино. В них применены вот эти все устройства, то есть основные вот эти компоненты радиоэлектроники. И все остальные, так сказать, компоненты радиоэлектроники сделаны путем совмещения всех вот этих вот основных ключевых китов, так сказать, которые тут были описаны, и использования всех их свойств. То есть обычное реле, сейчас я его найду здесь, это не что иное, как катушка индуктивности и контакт. Вот реле разные. Транзисторы, вот они. Стабилизаторы напряжения, это диод и транзистор и тому подобное. То есть все остальное, а также микросхемы, это много-много-много-много разных транзисторов, которые компонуются в логические схемы и тому подобие. Урок 3, можно так сказать, закончен. Ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч. Следующее видео будет про Ардуино модули. Как их применять. Субтитры создавал DimaTorzok